Дорогие братья и сестры, салам алейкум. Вы видите снова за окном раннее утро, мы на утреннем намазе, после утреннего намаза с нашим дорогим шейхом Асхад Хазратом. Как раз Асхад Хазрат только вернулся после хаджа, пусть Аллах Всевышний примет этот хадж, увеличит свою награду и облегчит в хаштинге. И как только вы вернулись, сразу видите, я из Дагестана даже, я хотел видео с вами записать. Дорогой шейх, хотел сегодня спросить о такой теме, как важность отношения мусульман к соблюдению всех маленьких предписаний, суннатов, пожеланий, предписаний пророкам Мухаммада, мирам и благословения в обычной жизни. Многие семьи пренебрегают ими, допустим, вниманием к Урану, воспитанием детей, требованием, допустим, к тому, чтобы дети соблюдали намаз вовремя, или дочка вовремя начала ходить в платке, или чтобы супруга выполняла все обязательства, или чтобы сам человек выполнял все суннаты. Многие пренебрегают ими, думая, что как-нибудь обойдется. Но в итоге это оборачивается большими потерями для этих семей, которые пренебрегают этими суннатами в каждой дневной своей жизни. А когда им напоминаешь, они говорят, слушайте, да вы достали уже этим постоянным нудеть и нудеть об этих напоминаниях. Они все полностью затрагивают то, что связано с пророком Мухаммадом, поэтому от тарика, вот этот путь, самый лучший, это путь нашего любимого пророка Мухаммада, и Аллах приказывает нам и говорит, то, с чем пришел посланник Аллаха, берите то, что он вам запретил, оставьте это. Поэтому мы должны, правильно вы заметили, на сегодняшний день, когда говорим о сунне, ваш брат, это сунна. В этот момент люди, как на сегодняшний день говорят, это всего лишь сунна. Да, это всего лишь сунна. А во время пророка Мухаммада, и во время сахабы говорили, это сунна пророка Мухаммада, вот вся разница. Поэтому даже сахабы, которые заставили таби'инов, и видели, когда они делают какие-то, скажем, маленькие прегрешения, на что сахабы говорили, во время пророка Мухаммада, мы считали эти прегрешения как губительные грехи. Поэтому мы должны вернуться к Аллаху, вернуться к посланнику Аллаха, саллаху алейху асаляму. Если посланник Аллаха сказал, j getting azim wrong with us, c'l mellut后 из веков мой век, потом тот век, который после меня, и потом тот, который после них. И мы должны изъявить, что нас больше может побудить, дабы крепко держаться за сунна. Здесь наш любимый пророк Мухаммад, саллаху алейху 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 айху алейху 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 мухаммада, Если вы даже разогласите, вернитесь к Аллаху, к Курану, к посланник Аллаху, к судне пророка Мухаммада, салалаллаху алейхи вассалям. Ведь посланник Аллаху скучал по нам, не скучает? Иштактули Ихвани, иштактули Ихвани, вспомните хадис, я соскучился по своим братьям, я соскучился по своим братьям. Когда сахабы удивились, сказали, не мы ли твои братья у посланника Аллаха? Это те, кто уверуют в меня, кто последует за мной, не увидев меня. Чтобы мы следовали сули пророка Мухаммада, это саба, следование сули пророка Мухаммада, причина любви, получения, заслуженной любви Аллаха подошли к нам. Аллах субхану алейхи вассалям в Коране, «Куль ин кунтум тухимбун Аллаха, фаттаби'уни, фаттаби'уни, юхбибукум Аллах». Скажи, Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, когда и Аллах вас полюбит. Можно я небольшую ремарку для того, чтобы облегчить понимание нашим зрителям? В этой теме несколько важных моментов. Первое, я бы привел в пример Куран. Тематический Куран делится на три части тематические. Первая часть – это вероубеждение, то, во что мы должны верить. Аллах Всевышний рассказывает о себе, рассказывает об ангелах, о сотворении мира. Это наше вероубеждение. Вторая часть тематическая в Куране – это законоположение. Это развод, женитьба, имущество. Все правовые вопросы, которые упомянуты в Куране, они относятся тематически к разделу права. Вот Аркейда и право – две важные тематические составляющие Курана. Но они, к сожалению, так не оживляют людские сердца, как третья часть Курана тематически – это истории. Эсос, которые Аллах Всевышний рассказывает о предыдущих пророках, о предыдущих общинах. Люди с большим интересом читают эти истории, нежели законоположения, значит, изложенные в Куране или в нормах. Почему? Потому что человеческие истории людям близки. Почему люди так любят сериалы? Потому что они видят в них свою жизнь, отражение своих проблем ежедневных. То же самое, когда мы читаем в Куране истории пророков, предыдущих общин. Это оживляет людские сердца быстрее, чем просто читать законы, которые установили в Сьюш. То же самое, когда мы читаем хадисы. Когда мы читаем хадисы, мы читаем истории, связанные со сподвижниками и с самим пророком Мухаммадом Миром и Благословением. Поэтому читать их легче, чем читать Куран. Но и отношение к ним такое, вот как вы сказали, это всего лишь сунната, это всего лишь хадис. Я, Субхан Аллах, это жизнь пророка Мухаммада Миром и Благословением. Это то, как он воплощал положение Курана в своей жизни. Поэтому мы читаем, нам проще воспринимать истории из Курана и истории из жизни пророка Мухаммада Миром и Благословением через хадисы. Но это не должно приводить к тому, чтобы их ценность перед нами падала. Наоборот, это то, как пророк Мухаммад Миром и Благословением брал положение Курана прям такими существенными, скажем, пластами и воплощал их в своей жизни. И тем самым он становился ходячим воплощением Курана, его нравом, уже был Куран. Люди говорили, что нрав пророка Мухаммада Миром и Благословением – это Куран. То есть мы, следуя за каждым маленьким поступком пророка Мухаммада Миром и Благословением в отношениях с женами, с детьми, со своими друзьями, с соседями, во время призыва, во время испытаний, во время путешествий, мы тоже начинаем воплощать в себе Куран. Хорошо. Поэтому, когда вы начали говорить про сподвижников, я вспомнил книгу. Это первая книга, с которой вообще начиналось наше ознакомление. Это «История из жизни сподвижников». Почитайте эту книгу. И там первая же история – это Сааб бин Амир, губернатор, который был наместником назначен в Хамсе. Субханалла. Просто душераздирающая история. Я, когда его вспомнил, каждый раз мне просто внутри передергивают. Субханалла. Прочтите историю этого одного из величайших сподвижников. Вы будете просто потрясены. Просто потрясены его отношением к маленьким даже суннатам из тех, которые делал пророк Мухаммад Миром. Эта история не оставит вас равнодушным. Она изменит вас на всю жизнь. Субханалла. Субханалла. Дорогой человек, я вас перебил и как раз напоследок хотел привести в пример, когда отцы пренебрегают воспитанием детей, допустим, ежедневными занятиями Корана. Пренебрегают тем, чтобы детям настаивать, чтобы намаз был вовремя сделан. И когда дети вырастают в таком пренебрежении к Слову Всевышнего Аллаха, к Курану, к намазам, к обязательствам, даже по отношению к родителям. Даже если мы пренебрегаем требовать от них уважения, должного уважения к родителям. Да ладно, он маленький, он еще успеет. Дети вырастают в таком черствосердечии, в таком пренебрежении к Исламу. И это для них оборачивается гораздо большими несчастными катастрофами в жизни. Я видел семьи, где дети переставали слушать отца. Где они уже отказывались от намаза. Где они говорят, да, ты достался своим Кораном уже. Когда ребенок стал студентом и отец хотел приучить его к Курану. Он же говорит, да я все, я состоялся как вечность, не надо мне тут навязывать. И я уверен, что наш хазрат тоже знает огромное количество таких историй, как имам. Через него много русских судеб проходит. Когда маленькое пренебрежение, маленькая невнимательность к каким-то ежедневным предписаниям пророка Мухаммада Миром в Багасаиле в последующем может привести к большим семейным трагедиям катастрофам. Один пример, приведу просто. Аллах Субхану Талал в Коране говорит, «Фастадзиву ли Иллахи воля Расуле ида дааакум нимай юхийкум». Отвечайте на призыв Аллаха и на призыв посланника Аллаха в тот момент, когда они вас призывают к тому, что вам приносит жизнь, то, что он вас оживляет и так далее. Вот даже тут возьмем момент никаха. Сколько много людей живут без никаха. Гражданским браком, так сейчас его называют. Что-то такое сожитие, сожительница. Малейшее оброк Мухаммад сказал, «Никаху суннати». Тот, кто отдаляется, отворачивает мои сунны, тот не из нас. Человек оставляет это сунны для никаха и живет без никаха, как прельбодейка. У нас были тут, я сам свидетель, ситуации. Малейшее взаимопонимание. Ты мне не жена, ты мне не муж. Раздельные бюджеты, аборты. Была ситуация, когда девушка одна пришла в мечеть, плачет. У меня был сожитель. У нас не было никаха. Он просил мне сделать аборт. Я отказался. Он пропал просто. Я одна у нашего ребенка. Я даже не знаю, где он находится. Или бывала другая ситуация, который пришел примерно 34-35 лет в его возрасте. Парень ко мне пришел и говорит, «Я нашел своего отца». Я говорю, «Ты что? Я такой успешный бизнесмен и так далее». Меня отец сам нашел. Когда моя мама была одной беременна, он оставил и ушел. У них не было никаха. И я его ни разу не видел. Он ко мне сейчас меня нашел. Аль-Хамду-Лля. Потом этот человек пришел ко мне с грустной улыбкой. Говорит, я хотел пришел в мечеть, посидеть с Аллахом. Я говорю, «Как твой отец?» Он говорит, «Субханаллах». Он пришел ко мне, взял и узнал, что я успешный бизнесмен. Деньги в долг. И пропал опять. Как ему больно на его сердце. Лучше бы он не появлялся все эти 3-4 года, Субханаллах. Поэтому он маленькой сунну оставил. Вроде бы, какая разница, без никаха будем жить. Вот видите, как оставил сунну никаха, и сколько за этим, Субханаллах, проблем. – Какие глубокие трещины на всю жизнь. – На всю жизнь, Субханаллах. Причем потому, что при нем говорят люди этим вопросом. А именно, любить Пророка и Аллаха – это следовать за ним, за Посланника Аллаха. Ведь он нас любит, ведь он Пророк Мухаммад Субханаллах. – То есть это любовь, воплощенная в самой нашей жизни, в подчинении, в следовании. Афдаль тариқ. Афдаль аля-джли-кулюми. Лучшее исцеление, лучший препарат, скажем, да, который исцеляет наши сердца. Это следование сунни посланника Аллаху. Спасибо.